Пам-пам-пам Ну вот так должно быть лучше. Итак, мощность это отношение работы ко времени, за которое эта работа была совершена. А вот и формула для мощности. Мощность обозначается буквой P большой от слова power. И как в определении сказано, надо работу делить на время, за которое работа была совершена. То есть в этой формуле P мощность, а работа и T время совершения работы. Размерность, конечно, опять видна из формулы. Единицы измерения мощности это джоуль делить на секунду, работу делить на время. Но для мощности придумали собственное название единиц измерения. Это ватт. Мощность измеряется в ваттах. Представляете, это все, что нам пока что нужно знать про мощность. То есть это еще одна физическая величина, которая измеряется в ваттах. А для того, чтобы ее посчитать, нужно считать работу и относить ее ко времени совершения. С каждым разом теории все меньше и меньше. Но это неплохо. Порешаем задачи. Итак, поехали. Определите мощность двигателя, совершающего в течение часа работу 27000 кило джоуль. Нам известно время 1 час или 3600 секунд. Известна работа 27000 кило джоуль. То есть 27 миллионов джоуль. Надо еще на 1000 умножить будет. А хотим мы найти мощность. Здесь известна работа и время. Так что мощность ищется просто по определению. В этой формуле нам все известно. Поэтому мы подставим и посчитаем. Работу я перевел в систему C. То есть отбросил приставку кило и дописал три нуля. Получил работу в джоулях. Время мы сразу же написали в секундах 3600 секунд. И здесь получается 7500. 7500 ватт. Или 7,5 кило ватт. Ну вот. Идем дальше. Следующая задача. Эскалатор метро поднимает 100 пассажиров на высоту 20 метров за одну минуту. Во сколько раз мощность эскалатора больше или меньше мощности легкового автомобиля? Считайте, что масса пассажира 70 кг, мощность автомобиля 70 кВт. В этой задаче у нас много данных. Первое. N – это число пассажиров. H – высота, на которую эскалатор поднимает их. Время, за которое он поднимает 1 минута 60 секунд. Масса одного пассажира 70 кг и известна еще мощность автомобиля 70 кВт. А найти мы хотим отношение мощности эскалатора к мощности автомобиля. Нас спрашивают, во сколько раз, значит нужно делить. Начнем с того, что посчитаем общую массу всех пассажиров. Конечно, если каждый пассажир весит 70 кг, а их там всего 100, то чтобы найти общую массу, нужно число пассажиров умножить на массу одного пассажира. Теперь найдем работу, которую совершает эскалатор при подъеме этих пассажиров на 20 метров. Мы помним, что у нас работа – это произведение силы на перемещение. В этом случае сила, нужна, конечно же, сила тяжести, чтобы поднимать этих пассажиров. А путь – это будет высота, на которую эскалатор поднимает наших пассажиров. Сюда подставим силу тяжести, действующую на всех пассажиров вместе. И подставим общую массу. Все, теперь работу мы знаем. Время знали с самого начала. Поэтому найдем мощность. Еще я подставлю сюда вот ту формулу для работы, которую мы получили. Теперь в эту формулу для мощности, конечную, мы все подставим и посчитаем мощность эскалатора. Все числа подставили. И я оставил ответ специально в виде неправильной дроби, чтобы нам удобнее было сравнивать с мощностью автомобиля. У нас мощность автомобиля – это 70 киловатт, то есть 70 тысяч ватт, а мощность эскалатора – 70 тысяч третьих ватт. То есть уже сразу видно, что мощность эскалатора является одной третью от мощности автомобиля. То есть если мы будем делить P на P автомобиля, то получим вот такое отношение. 70 тысяч третьих разделить на 70 тысяч. Мы дробь делим на число, поэтому получается одна треть. Значит, что мощность эскалатора, которую мы посчитали, меньше, чем мощность автомобиля в три раза. Следующая задача. В техническом паспорте автомобиля указана мощность двигателя 120 киловатт. И максимальная скорость на горизонтальной дороге 180 километров в час. Найдите силу сопротивления движению при максимальной скорости. В этой задаче с первого взгляда непонятно, что делать. Поэтому мы начнем с определения мощности. Теперь помним, что работа – это F умножить на S. И следующим шагом мы с вами вспомним, что вот эта сила, которую необходимо прикладывать к автомобилю для его равномерного движения, должна быть равна силе сопротивления. То есть с какой силой автомобиль сопротивляется движению? С такой же силой автомобиль должен сам себя толкать, чтобы продолжать двигаться с той же скоростью. То есть это и будет та самая искомая сила сопротивления. Теперь эту дробь немножечко перепишу в другом виде. Сила сопротивления, что была множителем в числителе, теперь она является множителем просто у дроби. Так делать можно. А вот это вот S делить на t – ничто иное, как скорость автомобиля. В случае равномерного движения можно делать такое интересное преобразование формулы для мощности. При равномерном движении, когда скорость не меняется, мощность является произведением силы и скорости. Этот факт можно использовать при решении задач. Ну а нам интересно вот что. Я снова перепишу эту строчку, чтобы мы могли отсюда уже выражать нашу силу сопротивления. Ну и все, теперь ее можно считать. Подставили мощность, перевели из киловатт в ватты, добавили три нуля. И подставили скорость, из километров в час перевели в метры в секунду, получается 50 метров в секунду. Я напомню, что делить нужно на 3,6 при переводе из километров в час в метры в секунду. Здесь у нас получается 2400 ньютон. Вот такая сила сопротивления. Идем дальше. Ну и завершающая на сегодня задача очень похожа на ту с эскалатором. Пожарный насос развивает мощность 3 киловатт. На какой этаж он может подавать ежеминутно 1200 литров воды? Расстояние между этажами 3 метра. Итак, известна мощность насоса, известен объем воды, который нужно поднять. Известно расстояние одного этажа, я его назвал h нулевое. И мы хотим найти n, то есть количество этажей. Почему я говорю, что задача похожа на ту с эскалатором? Потому что нам опять нужно поднимать известную массу, зная объем, мы найдем массу, известную массу воды, и нам как-то это все нужно будет завязать с мощностью. И прям точно так же, как в той задаче. Начнем с определения мощности. Кстати говоря, время нам известно, ежесекундно написано в задаче. Поэтому время 1 секунда. Все. Работу мы опять находим как сила тяжести на h. Нужно прикладывать силу тяжести и поднимаем на какую-то высоту h. Причем это не h нулевое. Мы поднимаем до какого-то этажа, но до какого не знаем. Мы как раз хотим найти эту h, поделить на эту h нулевую, и узнаем до какого этажа. Подставляем формулу для силы тяжести. Нам масса неизвестна. Мы подставим массу, как плотность умножить на объем. Все. Теперь такую преобразованную формулу для работы мы подставим вот сюда и будем каким-то образом выражать h. Сначала перенесем вот сюда время. У нас здесь будет мощность умножить на время. Как бы крест-накрест перемножим. А теперь вот эту h будем выражать. У нас тут есть три множителя h. Они все пойдут в знаменатель. Вот такое выражение. p умножить на t разделить на плотность воды v и g. Подставляем и считаем. Сколько это будет? Сколько это будет? Три, 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 три. А, надо спать, конечно. Сейчас стою и не понимаю, в чем проблема. А оказывается, ежеминутно и ежесекундно – это разные слова. И здесь написано ежеминутно. То есть у нас время не секунда, а минута. Или 60 секунд. Поэтому вот здесь должна быть не одна секунда, а 60. И здесь тоже не одна секунда, а 60, конечно же. Итого, с такими поправками здесь получается 15 метров. 15 метров. Теперь, зная то, что насос может поднять воду на 15 метров, мы понимаем то, что это будет 5 этажей. Один этаж 3 метра, у нас 15. Он может поднять на 5 этажей, то есть до 6 этажа. И в ответе мы напишем 6 этаж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok